Всем привет из Киева, столица Украины. С вами Виктор Хурзов. Сегодня мы рассмотрим опасных амбарных вредителей, которые часто попадаются у вас на кухне. Если вы вдруг положили какие-то продукты, какой-то хлеб в баночку, в коробочку, вдруг неожиданно у вас появятся эти амбарные вредители. И это хлебный точильщик. Вот эти небольшие жуки, которые всего лишь размера 1,5-3 мм, вот здесь сидят в банке и очень активно бегают. Вы решили положить сухарики, сохраните в баночке. Не тут-то было. Они, оказывается, очень легко заражают эти сухарики и потом разводятся вот в таком невероятном количестве. Что же это за хлебный точильщик? Откуда он взялся? И, конечно же, он не пролез через закрытую крышку, а оказался здесь внутри вместе зараженный сухариком и потом развелся внутри. Но если вы вдруг положили какие-то зараженные продукты, обязательно так и ждите, что эти вредители разовьются. Здесь они бегут активно на свет. К тому же они активно перелетают. И хлебный точильщик очень плодовит. Этот жучок всего лишь, как я сказал, 1,5-3 мм. Коричневого цвета, цилиндрической формы. И самка очень плодовитая. Откладывает до 100 яиц. Вышедшие личинки питаются различным питательным субстратом, проделывая ход и делая длинный ход и буровую муку. Перед окукливанием делается колыбелька, которая выстилается буровой мукой. И окукливание происходит в колыбельке. А потом в отродившийся жук прогрызает летные отверстия, через которые выходит. Вот в этих сухариках будет множество дырочек, через которые вышли как раз жуки. В зависимости от питательного субстрата температуры, за год дает от 1 до 2 поколений. При 17 градусах развитие личинки продолжается 37 дней, а при высокой температуре 28 градусов всего лишь 8 дней. Таким образом, развитие может длиться от 7 месяцев до 1 года. Этот хлебный жук, а точнее говоря, его личинки, повреждают их сушеный хлеб и сухари, печенье, зерно, ряд мучных изделий. Может повреждать даже крахмал, просто муку и сушеные грибы. Может наносить вред также лекарственному сырью, даже лекарствам сушеным, гербарным образцам, или даже развиваться на крахмале за обоями, где будут питаться клейстером в клеевых материалах. Как же с ними бороться? И что же делать? Хранение пищевых продуктов, продовольственных на морозе, не всегда дает успех, потому что развитие всего лишь сильно затормаживается. Поэтому основным методом борьбы это хранение продуктов в защищенных местах, в защищенных металлических стеклянных банках, плотно закрытых крышками. Однако при длительном хранении продуктов прогоркают, поэтому хранить крупы лучше в матерчатых мешках, чтобы стенки эти были выдержаны в насыщенном растворе поваренной соли, чтобы продукты дышали. Слабо пораженные продукты можно употреблять в пищу только после освобождения от вредителей. Крупы перебирают, муку просеивают, и лучше, конечно, при заражении ликвидировать эти продукты. Очищенные продукты прогревают сухим жаром в духовке при плюс 70 в течение часа, чтобы убить ветчины и убить отложенные яйца, в случае на эти продукты, на эту крупу. Всегда помещение требуется содержаться в чистоте, проводить генеральную уборку, потому что откладывают жучки эти маленькие яйца в щели шкафов и пола, и их можно обработать разные щели кипящим раствором соли, 1 чайная ложка на литр воды или раствором крепким столового уксуса. Жуки попадают в помещение с зараженными продуктами, а также, как я сказал, активно летают, могут перелететь и от соседей, поэтому избавиться от них очень сложно, тем более, что они активно передвигаются, на свет они будут распространяться из одного места в другое очень быстро. И ликвидировать их вряд ли удастся. Закрытые продукты в закрытую баночку, они, конечно, не проникнут, потому что прогрызать они ее не умеют, однако небольшие щели, щели просто в картонных коробках, в картонных каких-то цилиндриках, они обязательно проникнут, потому что экземпляры могут быть большего и меньшего немножко размера, и самые маленькие активно туда проникнут и вызовут заражение. Таким образом, бороться с жуками нужно превентивно, с тем, чтобы они не заразили ваши продукты. У этого жука имеется интересный паразит, который тоже может развиться на кухне, который будет просто уничтожать этого жука. Похожий на жука, второй вид, правда, называется жук. Один и вот этот жук называется хлебный жук, хлебный точильщик, стегобиум паницеум. А второй вид, очень на него похожий, называется лазиадермос серикорный по латыни, табачный или гербарный точильщик. Разрешить их просто без микроскопа невозможно, они очень похожи вот такие, такого коричневого цвета, небольшого размера, всего лишь 1,5-2 мм. Толстенькие такие цилиндрики, которые активно и быстро бегают. Как я это назвал, табачный точильщик, может поврезать даже сигары, табак и гербарий, то есть различные сушеные запасы и лекарственные травы. Превентивно нужно хранить все продукты и какие-то материалы, крупные или лекарственные травы в закрытых баночках, желательно тщательно закрытым, чтобы жуки туда не проникали, потому что каждая щелка будет местом проникновения этого жука. Как я сказал, у жука есть паразит, паразит из семейства Птерамолиде, маленькая хальцидоидная оса. Она обычно весьма незаметна, она черного цвета. Ее видео небольшие есть у меня на канале. Это маленькая паразитическая оса такого же размера, всего лишь 1,5-2 мм. Заражает личинку жука внутри его пищевого субстрата. Вот, например, внутри этой сухой булочки. Мы видим на этой булочке сейчас круглые дырочки, из которых как раз вышли жуки. Приходящий паразит, паразитическая оса, ищет при помощи своих усиков и химического восприятия, где находятся личинки этого жука. И тихонько прокалывает яйцекладом твердую оболочку или хлеба, или личиночной капсулы, в которой прячется личинка, и заражает ее внутри пищевого субстрата. После этого из личинки выводится не уже ни жук, а личинка постепенно погибает ее, высасывает личинка паразитической осы, и появляются примерно через 10-12-14 дней взрослые насекомые, как раз из этого же пищевого субстрата. Это паразитическая оса семейства ктерамолиды. Эти паразитические осы не имеют никакого другого пищевого объекта, на который они нападают, только на точильщиков, вот на жуков-точильщиков, поэтому они будут привержены находиться именно в том месте, где были сами жуки, будут потихонечку ходить черного цвета и искать нового жука для заражения. Также они, когда вылетают, они положительно фототропичны, так же, как вот жуки, бегут на свет, поэтому иногда они вылетают, допустим, из шкафов, из различных баночек и летят на свет, и иногда скапливаются на окнах. Правда, количество таких паразитических ос очень незначительное. Порядка всего лишь 10% паразитических осы могут заражать этого опасного обаарного вредителя хлебного точильщика стегобиум паницелум и второго лазиадермы серикориума табачного точильщика. Поэтому серьезного воздействия обычно на популяцию они мало оказывают. Только будет активное размножение только в случае лабораторной культуры в замкнутом пространстве, где накопится определенная популяция этого жука. Так что иногда, если вы обнаружите вдруг маленьких черных каких-то мушек у себя на окне посередине зимы, не следует их убивать. Это полезные паразитические осы. А я буду продолжать рассказывать о природе, о насекомых. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал в ютубе. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных видео. Пока!